Что касается истории? В странах бывшего СССР. Форма регистрации отличалась от международных стандартов. Она была описана вот в этой публикации, которую вы видите здесь. Это техники регистрации онкозаболеваний в странах бывшего СССР. Это наша совместная публикация с агентством АйАрк. И разница заключается в том, что, например, МКБ-10 и вот это кодирование использовалось несколько по-другому. Поэтому кодирование по МКБ-10 отличалось. Но при этом медицинские статистики были врачами. И вот это удивительно хорошо. Этого не было нигде, ни в одной другой стране мира. Потому что статистики, по большому счету, это врачи в Российской Федерации и в странах бывшего СССР. И я в Твери видела такой регистр. Я думаю, что это вот эта страница, которую я смогла сфотографировать в их архиве еще 1949 года. Вы видите, что здесь построены графики, которые раскрашены вручную карандашом. Здесь выживаемость в разных клиниках по разным онкозаболеваниям отражена. И была затем сделана публикация «Аярк» при участии российских авторов, которая описывает регистрацию и встречаемость разнообразных онкозаболеваний в странах бывшего СССР. Здесь вы видите удивительные данные. И первые самые данные от России были опубликованы в 1983 году. И надо сказать, что вот это еще одна публикация, о которой уже говорил предыдущий докладчик. Фредди говорил как раз о том, как мы регистрируем данные со всех пяти континентов с 1983 по 2007 год. И здесь вы видите опять-таки разнообразные данные, больше 300 регистров. И в 11 томов мы собрали все эти данные. Здесь вы видите как раз тома до 2007 года. Вот и вы видите, что с 6 тома с 80-х годов у нас есть регистры от Белоруссии, Эстонии, Латвии и также Санкт-Петербург, который представлял Россию. То есть это компиляции абсолютно разнообразных регистров, которые давали очень хорошего качества данные. И это действительно огромное преимущество, которое мы получили, собрав все эти данные, и мы смогли опубликовать их. И также это дает возможность дополнительного анализа данных. Вы можете данные получить онлайн, и вы можете сравнить эти данные со всеми другими регистрами по всему миру, которые также являются частью этого проекта. С 80-х годов, с 2007 года мы также Литву включаем сюда, и также с 2003 года Украина присоединилась к сбору данных в рамках данного регистра. Если мы с вами посмотрим на текущий статус регистрации онкозаболеваний в регионе, Фредди хорошо очень продемонстрировал график, который очень похож на тот, который представляю я сейчас. Вот это географическое покрытие основными пятью типами онкозаболеваний, которые осуществляют самым высоким бременем летальности и встречаемости. Вот здесь вы видите Северную Америку и Австралию. Здесь у нас очень высокое покрытие регистрации. В Азии это приблизительно 7%, и у нас 15% по всему миру. То есть, по большому счету, у нас огромная работа нам еще предстоит, это та работа, которую нам предстоит сделать. И если мы с вами смотрим на регионы, в пятом томе, то здесь у нас Белоруссия, Эстония, Латвия, Литва, Украина также уже включена в седьмой том. Они уже с шестого тома, по большому счету, начали собирать данные. И вот вы видите, если мы посмотрим на регионы России, то это Архангельск, Челябинск, Карелия и Самара. Впервые мы получили данные от более чем одного регистра из России, что является очень представительным. Действительно, мы можем оценить здесь региональное различие и получить регистры по всему миру. Но, с другой стороны, мы должны понимать прекрасно, что это всего лишь 4 из 80 российских регионов. То есть, соответственно, это очень скромное участие в мировом регистре и действительно не дает нам достаточной информации, чтобы понять, что происходит во всей Российской Федерации. Что происходит, какие вызовы у нас есть в регионе на данный момент? С какими вызовами мы сталкиваемся, работая с этими странами за последние 6-7 лет? Во-первых, практики и техники регистрации очень сильно теперь отошли от системы, которая была принята в СССР. И мы прекрасно понимаем, что сегодня регистрация работает по-разному, и в разных регионах есть разные руководства. Иногда вообще этих руководств по регистрации нет, они просто делают что-то на основе тех исторических традиций, которые сложились в медицинской практике того или иного региона. Соответственно, мы не можем сравнивать эти данные между странами и между разнообразными регионами, даже внутри одной страны. И, конечно, уже не можем говорить даже о том, чтобы сравнить эти данные на уровне международном. И есть некоторые вызовы, которые являются не специфичными для регионов, но они, так скажем, общие для всех из нас. И на данный момент мы находимся в неком периоде перехода между бумажными отчетами, которые являются, конечно же, устаревшими. Очень сложно получить бумажный отчет по вообще, чему бы то ни было. И, с другой стороны, зачастую система здравоохранения недостаточно зрелые имеют электронные системы, которые помогли бы нам полностью избавиться от бумажных отчетов, бумажного сбора данных. Это очень сложный процесс, и у нас всего лишь на пальцах одной руки можно пересчитать полностью автоматические системы в системе здравоохранения этого региона. И надо сказать, что последнее по списку непозначимости регистрация очень часто, вот эта работа по регистрации часто остается полностью незамеченной. Статисты – это удивительные люди, которые работают очень много для того, чтобы собрать данные и создать какой-либо отчет. И очень часто данные публикуются, и они никаким образом не используют эти данные в дальнейшем ни в программах по контролю заболеваемости, ни в программах по созданию руководства. Соответственно, нам нужна программа, так скажем, адвокации, продвижения регистрации данных и дальнейшего использования этих данных. И еще важная часть решения и прогресса – это разработка общих стандартов. Если мы с вами посмотрим вот на эти рекомендации, то это как раз МКБ-03, это международная классификация онкозаболеваний. И третья редакция, которую мы используем на данный момент, она была переведена на русский, грузинский, азербайджанский языки, что очень важно. И вот здесь вы видите как раз эти переводные версии, и русский перевод был сделан и также доступен на веб-сайте Института Петрова. Также я хотела бы вам рассказать о том, что мы сделали в рамках глобальной инициативы регистрации онкозаболеваний. Это инициатива, которую мы называем GICR. Вот это как раз секция надзора над онкозаболеваниями агентства АЯРК. И очень многие из нас работают в области эпидемиологии онкозаболеваний, и исследования проводят в этой области. Мы работаем больше 55 лет в области онкорегистров, и на данный момент мы только начали вот эту программу GICR в 2012 году. Мы, по большому счету, запустили вот такой централизованный подход к обучению и ко всей деятельности АЯРК. Мы также приняли во внимание региональные подходы, и мы решили, что они нам могут помочь в более таргетных решениях для изучения разнообразных регионов по всему миру. Вы уже видели, что разница в данных огромная между… В основном она находится, так скажем, эта проблема со сбором данных находится в странах со средним и низким доходом. И вот здесь вы как раз видите эти страны, помеченные на графике. И, по большому счету, мы назначили главного исследователя в каждом из этих регионов, которые помогают нам собирать данные в области проектных программ АЯРК. Вот это страны региона и Азии. Это как раз хабы, да, или офисы, которые мы там организовали. И идея этих хабов заключается в том, что мы помогаем им, так скажем, с обучающими программами, с разнообразными интервенциями, связанными с контролем над онкозаболеваниями. Вот, давайте посмотрим на эти хабы. Вы видите, что вот здесь у нас страны Центральной Азии, они также включены. И я не буду комментировать эту ситуацию с РАКом, с регистрацией здесь, потому что Фредди уже хорошо об этом поговорил до меня. И, тем не менее, если мы с вами посмотрим на эту карту, которая относится к 1990 году, я думаю, что я бы первую, скорее всего, все-таки первую карту вам показала 2014 года. Потому что в 90-е годы мы еще не очень хорошо изучили регион, мы вообще не знали, что там происходит. И мы не знали людей, которые работают в области регистрации онкозаболеваний. И что у нас сейчас, и что мы поняли тогда еще, извините, мы поняли, что для того, чтобы работать с регистрами на национальном уровне, мы должны создать некие материалы и курсы для обучения на русском языке. Мы начали работать именно в этой области. Затем мы решили, что мы хотим распространить эти инструменты на все русскоязычные онкорегистры, на Российскую Федерацию и на страны, бывшие страны, страны бывшего СССР, где на русском еще говорили. Соответственно, если ХАБ включает страны Центральной Азии, тем не менее, наша деятельность в основном направлена на русскоязычных людей. И, соответственно, давайте посмотрим на то, что мы делаем в области программы GICR в разнообразных областях. Прежде всего, это трансляция знаний, донесение разнообразной информации. Вот здесь вы видите, мы работаем с национальными, с региональными преподавателями. Наши стратегические партнеры – это ВОЗ. Мы очень многое делаем в сотрудничестве с ВОЗ. И самая последняя концепция в области GICR-нет – это изучение ситуации внутри стран. И также, скорее всего, вы видите, какие страны здесь включены. Вы видите, здесь политический потенциал для роста. Есть некоторые страны, которые были отобраны как партнеры GICR. Это партнерские страны, где у нас более интенсивная поддержка, но при этом они тоже берут на себя часть обязательств. И если мы посмотрим с вами на перевод, вот это GICR-нет – это целая сеть преподавателей, которые организуют мастер-классы и семинары. Они помогают нам поддерживать эту работу по всему миру, потому что региональные тренеры или региональные, так скажем, преподаватели, они обучают людей, которые несут эту информацию дальше и поддерживают всю эту деятельность и сбор данных по всему своему региону. Соответственно, мы также организовываем программы обучающие не только по самой регистрации, но и по очень узким областям. Вот это список наших региональных преподавателей. Вы видите здесь также электронную почту каждого из них. Вы можете им задавать вопросы. Например, Элена Тен – это наш тренер из Кыргызстана. Она занимается кодированием, и поэтому с ней можно связаться и в этом регионе задать вопросы по поводу кодирования, регистрации и так далее. Здесь вы видите также преподавателей, которые участвовали в мастер-классах. Вот это Антон Ежов, который будет выступать в следующей сессии. Антон Барчук также является нашим преподавателем. Он также был на нашем мастер-классе по качеству данных. Вот это еще наши тренеры из России, из Кыргызстана. И еще один очень важный шаг по созданию международных стандартов – это перевод технического отчета по планированию онкары и регистров, которое было сделано вместе с Евроофисом ВОЗ. Здесь вы видите очень тоненькая книжечка, всего лишь 50 страниц, которая не выросла, слава богу, в толстый учебник. Но, тем не менее, она нам дает достаточно хороший обзор роли и статуса онкорегистров, как их планировать, как их контролировать, как контролировать качество, как получать информацию, как репортировать результаты. Это очень важная информация, которая предоставлена сейчас всем заинтересованным сторонам. И также курсы есть, которые… Вы можете также получить, так скажем, бумажную копию, приобрести бумажную копию, но также Вы можете просто скачать ее с сайта. Еще один важный ресурс, важный для России – это Канрег-5. Онкорегистр – это, так скажем, программное обеспечение, которое было создано Аярк, которое также включает в себя абсолютно все функции онкорегистра. Вы его можете скачать вот по этой гиперссылке, и его используют уже в Киргизстане, его используют в Азербайджане, то есть он уже опробован. И я знаю, что многие регистры хотят иметь свое ПО, которое можно, на самом деле, привязать к Канрег-5. Но самое большое его преимущество, этого Канрег, это то, что Вам не надо думать о дизайне ПО, потому что абсолютно все функции регистра уже включены, и Вам не надо связываться ни с какой IT-компанией для поддержания работы этого сайта, потому что у нас региональные тренеры могут поддерживать работу этого регистра, этого ПО на достаточно хорошем уровне. Итак, если мы с Вами посмотрим на курсы на русском языке, мы очень счастливы, что мы можем организовать первый курс в Казахстане, смогли в 2014 году. И впервые мы узнали гораздо больше о технике регистрации в этом регионе, какие сложности, с какими сложностями они сталкиваются. И мы даже создали общие рекомендации, так скажем, вместе с врачами этого региона. И затем нам еще больше посчастливилось, потому что мы смогли сделать базовый курс для всего региона в 2016 году в Бишкеке. И мы увидели, что было большое количество прогресса сделано за эти два года, с 2014 по 2016 год. И в 2019 году мы даже сделали, так скажем, более сложную, более развитую программу в ЧСИНАУ. В 2019 году Антон Барчук и Антон Ежов были лекторами этой, так скажем, продвинутой программы обучения. Потому что в первом курсе у нас было очень много презентаций, которые нужно было переводить. А уже вот к 2019 году многие наши выступающие были русскоязычными. И вот с 2015 по 2019 год мы вот такие базовые ежегодные курсы по регистрации проводили на русском, в Санкт-Петербурге, в Обнинске, в Москве. И по большому счету у нас было 30 регионов. Это мы почти что во всех регионах провели подобные курсы. И это также было сделано в сотрудничестве с ВОЗ Евро. И здесь вы видите еще одну часть нашей деятельности, GCR, это создание рекомендаций национальных, да, или участие в национальных рекомендациях по онкорегистрации. Мы начали эту деятельность с 2013 года в Узбекистане до последнего года. Мы объехали все вот эти страны. В некоторых странах мы были несколько раз, вы видите. Либо наша компания Ярк, либо наши тренеры приезжали туда с обучающими курсами. И надо сказать, что иногда мы непосредственно работали в самих регистрах в 2017 году в Киргизии, например. То есть это были базовые процедуры регистрации, о которых мы говорили, и как их использовать. Итак, теперь давайте поговорим о наших партнерских странах. У нас одна страна в этом регионе, которая является нашим партнером, это буквально страна, которая стала нашим партнером пару месяцев назад, это Грузия. И деятельность в Грузии началась в 2014 году. Это Антон Ежов, их к ним ездил как эксперт. И затем с 2015 года они начали работать с Канрек-5, с нашим ПО. Тем не менее, к 2018 году они приняли решение, что они хотят использовать новое ПО, как для регистрации данных. И часть ПО также включала программу скрининга. Поэтому они попросили нашей помощи в создании подобного регистра и подобного ПО. И мы несколько раз к ним приезжали с нашими рекомендациями и с выработкой нашего общего плана действий. И вот это последний слайд моей презентации по нашей будущей деятельности. Что мы будем делать дальше. И я полагаю, что сейчас, конечно же, COVID-19 задает нам большое количество проблем. Мы не можем ездить в страны и работать, так скажем, лично с людьми. Вот эти наши визиты в онкорегистры, они сейчас невозможны. Но, тем не менее, это хорошая возможность для нас по созданию онлайн-материалов, онлайн-курсов, онлайн-разнообразных тренингов, которые мы можем затем распространять и переводить на разнообразные языки. Соответственно, мы сейчас работаем в новом поле, создаем электронные программы, обучающие. Все это идет параллельно. И это, так скажем, некий модульный подход. И когда мы с вами, когда мы начинаем создавать, мы сразу начинаем думать о том, что нам необходим перевод, и русский один из очень важных языков для перевода. Третий момент здесь – это исследовательская деятельность. Я полагаю, что это очень важно, поскольку у нас огромные данные, пул данных действительно огромный, большое количество событий происходит на национальном и региональном уровнях. И поэтому зачастую мы не видим этих результатов. В презентации Фредди вы услышали, что очень большое количество данных, которые он представлял, были основаны на летальности, на встречаемости онкозаболеваний, которые, опять-таки, мы должны оценивать, мы должны опубликовать, мы должны иметь определенные инструменты для анализа. Например, он показывал вам разные онкозаболевания, да, приоритеты, это РМЖ или голоректальный, цервикальный рак и так далее. Я полагаю, что это очень хорошая возможность для нас сотрудничать в дальнейшем. Вот это наша команда, GICR и команда IARC с нашими главными исследователями в регионах, и также вся сеть, без всей сети наших коучеров, наших преподавателей, конечно же, мы бы не преуспели. Поэтому я хотела бы поблагодарить всю нашу команду и всех людей, которые с нами сотрудничают, и вас за ваше внимание. Спасибо.